Привет, друзья! Пройдячая камера нашей команды не смогла пройти мимо интересного места, а именно музея пассажирского транспорта в Минске, который находится по адресу Партизанский проспект, дом 6. Добраться до него можно либо наземным транспортом, либо на метро до станции Пролетарская и пройти пешком минут 10. Но я думаю, сейчас в современном мире вы без проблем найдете это место. Только обязательно уточняйте график работы на сайте Минск Транс или лучше в группе музея ВКонтакте. Мы не устаем это повторять, так как сами уже попадались на том, что не уточнив режим работы, заходили и попадали на санитарный день или прочие профилактические мероприятия. Это территория предприятия, поэтому необходимо преодолеть проходную, а для этого с проходной нужно позвонить в музей, и вас встретит вежливый сотрудник и проводит по территории к самому музею. Что важно, музей интерактивный и экспонаты, обозначенные специальным знаком, можно и нужно трогать, чтобы прикоснуться к истории транспорта. Сразу при входе в экспозиционный зал нос улавливает приятный аромат транспорта, такой, как вы можете почувствовать в салоне старых автобусов или автомобилей. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю. А аромат в зале неспроста. На самом деле это ремонтно-механический завод, а теперь служба энергохозяйства Минск-Транса, просто несколько помещений и площадка выделены под организацию экспозиций. В зале отражены основные этапы развития общественного транспорта белорусской столицы и представлены все виды от конки до электробуса. К каждому виду транспорта отведен свой участок, где можно увидеть награды, инструкции, множество фотографий, документов и, конечно, масштабные модели. Многое можно потрогать и почувствовать себя в кабине того или иного транспорта. А какой же музей транспорта без компостеров? Здесь они представлены в большинстве известных видов, а также есть и разнообразные кассы. Второй зал тоже радует своим ароматом техники и бензина. В нем представлена коллекция велосипедов, мотоциклов, мотороллеров. На их которые можно даже сесть и сделать красивые фото. В актовом зале также расположились ретроавтомобили из частной коллекции. Да, они здесь как бы на хранение. Тут и запорожец, и знаменитый каблук. Осмотрев все экспозиции в помещении, идем в сопровождение сотрудника музея на улицу к технике. Краткий и приятный инструктаж, где открыто можно залезать и отправляемся на просмотр машин. Под открытым небом огромное количество троллейбусов, автобусов. Есть даже два трамвая, РВЗ и Татра. Вагоны доставляли на специальных трамвайных платформах. Правда, трамваи, стоящие на чистом асфальте, смотрятся без рельсов немного диковато, если честно. Среди самых уникальных экспонатов в этой части выставки первый минский троллейбус МТБ-82Д и автобус ЛиАЗ-677. В экспозиции есть и современный видовт. Свободные места на площадке это для техники, которая находится на реставрации. А теперь о самом главном и интересном. Салонами, конечно, не удивить. Они везде открыты в свободном доступе, но ни на одном ретро-параде практически и ни в каком музее и выставке вам не разрешать залезть в кабину старого транспорта и осмотреть ее изнутри и посидеть за рулем. И только в музее пассажирского транспорта в Минске никаких ограничений. Любую кабину старого транспорта, будь то троллейбус, трамвай или автобус, можно детально рассмотреть прямо вот изнутри и сблизи. Да, некоторые экспонаты закрыты для посещения, но это и не страшно, ведь много другой интересной техники. И мы считаем это лучшим музеем общественного транспорта. И если вы будете посещать Минск, зайдите в музей и не пожалеете. Самая главная экспозиция, состоящая из более тысячи экспонатов и занимающая более двух тысяч квадратных метров, пополняется и растет постоянно. И это хорошо. После музея енот Алексей, конечно, не смог пройти мимо и не пополнить свою коллекцию транспортными картами и билетами, которые продаются рядышком. Передаем всем нашим зрителям большой привет с город-героя Минска и приглашаем посещать интересные места и делиться информацией в комментариях к этому видео или в нашей группе ВКонтакте. Заходите, оставляйте в предложке свои фотографии и впечатления от посещения интересных мест, ведь с друзьями нужно делиться интересной информацией. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал, а также группу ВКонтакте, ну просто чтобы не пропустить что-нибудь интересненькое, а оно наверняка будет. До новых встреч, друзья-товарищи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok